всем привет едем с северного крыма сейчас выезжаем со степей предгорную местность едем севастополь тоже холмы видны очень красивые виды тут открываются как едешь со стороны николаевки к сторону севастополя просто шикарно холмы все поросшие хвойными лесами вдали виднеется море и просто едешь и любуешься всю дорогу севастополе мы обязательно посмотрим что-нибудь интересное севастополь всегда ассоциируется с экскурсиями на военную тематику экскурсии по военным кораблям людей не очень много поэтому очень комфортно сегодня сходить и посмотреть корабли красота корабль ингушетия 2019 года спущен на воду самое современное здесь оборудование пулеметы ракеты в общем дальней стрельбы до 6000 километров есть такие орудия вот так вот смотрится конечно он очень так впечатляюще и экскурсию моряки провели просто на высшем уровне спасибо им большое анти диверсионный корабль п-433 эхолокация и другое оборудование для выявления подводных и подводных диверсантов несет этот корабль вот такое вот вооружение интересно поставьте на паузу можете прочитать таки малилые катера вот их характеристики морвокзал севастополя морвокзал севастополя все идем дальше морская обзорная экскурсия на катере сам адмирал нахимов перед нами спиной стоит да вот такой вот большой ствол толстый то ли кедр это то ли что похоже на кедр тут можно дом на дереве построить целый да большой тут целая аллея художников очень красиво кедр своими масштабами у детей вызвал просто восток вообще приморский бульвар стоит посетить обязательно если во севастополе это незабываемые впечатления очень много тени фонтаны это красивейшая набережная это старинные постройки замечательно обустроенные клумбы в общем вы получите действительно эстетическое наслаждение побывав здесь большая морская после реконструкции я здесь еще ни разу не была выглядит все очень очень так прилично одностороннее здесь движение на этой улице плиточка такая идеально ровная спокойный такой стиль это исторический центр города пушечка возле кафешки пушечка 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 вот это территория по моему парк если я не ошибаюсь тоже идет реконструкция все делается вот здесь тоже какие-то места доделывают пушечка здесь вот футбольная рядом площадка пушечка 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 я оставлю ссылочку я оставлю ссылочку на видео с этого равелина я поймал после его реконструкции я снимала ну такое вот место недалеко от центра от набережной малолюдный такой вот дикий пляжик константиновский равелин удалось восстановить реконструкция проводилась уже при российской федерации и он выглядит сейчас как новенький а равелин с этой стороны он был практически весь уничтожен во время войны и восстановлению уже не подлежал вот этот военный вертолет вот равелина с этой стороны осталось только основание практически небольшая стена как видите впереди нас и все вот то что осталось от него сна в в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И тогда Сергей Калюжин, генеральный директор этого пляжа сказал, что мы берем на себя эти риски и все равно мы ее будем восстанавливать И как видите, человек сдержал слово, восстановили плиточку пляж смотрится очень достойно плиточка вся ровненькая и вся на месте Добавил субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас находимся в кафе на балконе на втором этаже напротив причала для автомобильного парома идущего на северную сторону Севастополя Хороший сервис, красивое место что еще тут можно сказать На следующий день мы поехали в Учкуевку Конечно же мы не могли не побывать тут потому что дети очень любят парк Учкуевский и тут же можно и искупаться Песочек Плюс очень хорошо оборудование пляж И прям сразу же за пляжем начинается парк с множеством бесплатных для детей аттракционов Вроде веревочного парка Огромный город Видео с парком у меня уже есть поэтому я ссылочку оставлю в описании А мы уже сегодня направляемся домой Всем пока-пока и до новых встреч!